В этом выпуске салочки. На честном слове и даже без крыла. Массовое помешательство. Нашёл себе цель. Начинаем Тандер-шоу. Среди всех игр одними из самых древних являются догонялки. Каждый из нас в детстве бегал за друзьями, стараясь коснуться их, а потом сматывался, чтобы не коснулись его. ССР Нам решил вспомнить эти золотые времена и поиграть в догонялки в Вартандер. Соответствуя тематике игры, действующими лицами стали не дети, а танки. И вот, наконец, наш герой настигает оппонента и салит его снарядом. После короткой серии взаимных выпадов советский танкист сдаёт позиции и отправляется на отдых в ангар. Честная победа. Поздравляем бегуна и вручаем ему пять тысяч золотых орлов. Так держать. Когда у тебя на хвосте висит пара вражеских истребителей, разрулить ситуацию в одиночку крайне тяжело. И если ты не про-игрок, остаётся надеяться на помощь союзникам. Пилоту Фокки-Вульфа, за которым гнался автор ролика, повезло. К нему на выручку подоспел Мессер, быстро сбив твин-мустанг нашего героя. Но списывать двухглавого американца со счетов рановато. Падая, он умудрился всадить очередь из браунингов в свою цель. И та не справилась с управлением и разбилась. А ведь пару секунд назад всё было так хорошо. Так, таким прихотям госпожи Фортуны невозможно быть готовым. Пейпер Тайгель 98 — отличный момент. Вот твоя заслуженная награда. Говорят, с ума сходят поодиночке. Может и так, но вот коллективное помутнение рассудка определённо случается. Наш специальный корреспондент на Объекте 906 ведёт прямой репортаж с картой Курск, где сразу девять игроков красной команды впали в так называемый «снайперский ступор». В качестве теста наш сотрудник тыкает в каждого из возможных пострадавших каморником. И, как видите, никакой реакции на это действие со стороны окружающих не следует. Печальное зрелище. Зато Уэйн Плейс Гейм заработал в свою копилку девять фрагов. И не только. Ведь он попал в «Тандер-шоу», а значит, скоро на его аккаунт будет зачислен приз в виде пяти тысяч орлов. Отличная работа. Танкисты, сбивающие самолёты, уже давно не редкость. А что насчёт танкистов, уничтожающих ПВО? Нет, не те зенитки, которыми управляют другие игроки, а стационарные орудия, расположенные вокруг аэродромов. Именно по ним решила, видимо, со скуки отстреляться ТикТок Яна. Очень оригинальный выбор целей, который проложил видосу «Путь в эту рубрику». А автору он принёс ни много ни мало пять косарей голды. Отличный выстрел. Время выбрать лучший комментарий недели. Бодя Маковский сказал, «Советский Союз развалился, но советский танк развалить не так просто». За который автор получает тысячу золотых орлов. Пожалуйста, ответь на победный комментарий своим игровым имейлом и именем игрового аккаунта для зачисления приза. Друзья, обращаем внимание, что процесс зачисления золотых орлов может занимать до пяти рабочих дней. Спасибо, что смотрели Тандер Шоу. Теперь давайте напомним правила участия. Шаг первый. Запиши и смонтирай видео длиной до трёх минут, подходящее в одну из четырёх ранее упомянутых рубрик. Внимание! Видео должны быть опубликованы впервые. Закрытые видео и видео с доступом по ссылкам мы не принимаем. Видео также не может нарушать авторских прав третьих лиц или компаний. Шаг второй. Подпишись на наш канал по адресу на экране, а также поставь лайк этому видео. Шаг третий. Залей своё видео на YouTube и пришли нам ссылку на thundershellsobakagadin.ru, обязательно указав в письме имя своего игрового аккаунта и электронную почту, привязанную к нему, чтобы мы могли зачислить на него твой приз в случае твоего выигрыша. Каждую неделю мы награждаем четырёх победителей суммой в пять тысяч золотых орлов. А ещё у нас дают бонусы за лучшие комментарии недели, так что снимай, присылай, смотри и комментируй. Халявы хватит на всех. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok